5 февраля 1942 года на территории Камышитового завода от рук немецких оккупантов и их пособников погибли многие мирные жители. И сейчас на этом самом месте создается мемориал в память о сожженных стариках, женщинах и детях. О том, где на самом деле находился завод, долгое время шли споры. Определить это помогли старые немецкие фотографии, сделанные в период оккупации. Сейчас истинное место трагедии отмечено памятным камнем и крестом. Но по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, здесь установят мемориал жертвам, погибшим на территории Камышитового завода. Сейчас мы все наглядно видим, к чему приводит исторический нигилизм и пренебрежение уроками истории. Чтобы мы помнили, какого врага сокрушили наши деды в 1941-1945 годах, должны создаваться памятники, должны создаваться мемориалы. В марте уже началось благоустройство мемориального парка. Здесь появятся новые скамейки, благоустроенные дорожки и детская площадка. Также предстоит озеленить сквер и оборудовать места для отдыха. Здесь подошли скрупулезно к каждому элементу этой территории. Все выверили, согласовали. Сейчас, считаю, все на завершающем этапе и относительно самой аллеи сквера, и относительно мемориала. Скульптурная композиция уже отливается. Установят ее в начале мая. А пока строители готовят место, где будет стоять памятник. Это фактически мы уже видим две фокус-стены для скульптурной композиции. На одной из них уже размещена надпись. Это, скажем так, отсыл к стенам сарая. Мемориал в виде сгоревшего сарая станет доминантой этого памятного места и напоминанием о том страшном дне. Его открытие приурочат к празднованию Дня Победы 9 мая. Дарья Ковронская, Антон Некрасов, БелгородМедиа.